25 лет прошло со дня открытия гимназии номер один. Она является одним из первых учебных заведений, основателями которого стремились соединить передовые идеи образования с древними традициями классической гуманитарной школы с целью воспитания творческих, думающих и умных людей. По случаю юбилея в этот день состоялся ряд мероприятий, одно из которых – торжественное открытие музея в честь героя Советского Союза Николая Антошкина. Гимназия стала первым инновационным образовательным учреждением. Это не просто реклама, это не просто смена вывески, это изменение содержания образования. Были введены новые предметы, такие как логика, экономика, сценическо-ораторское искусство, ритмика и танцы, логика и многие другие предметы. Первым посетителем музея «Истоки» стал глава администрации Борис Беляев. Там сохранилось много документов, учебников, сохранилось атрибутика пионерской и комсомольской организации. Музей является центром военно-патриотического гражданского воспитания подрастающего поколения, центром жизни школы, успехи и достижения которой отмечены многими наградами. 23 года проработав директором, я оставила свой пост и теперь посчитала, что долгом своим оставить все будущим поколениям, рассказать о гимназии, рассказать о школе номер 13, как она начиналась, и, конечно, о герое, о герое Советского Союза Николая Тимофеевича Антошкина, имя которого носят наши гимназии. После чего во дворце угольщиков в торжественной обстановке состоялось мероприятие, которое объединило ветеранов педагогического труда, учителей, выпускников разных лет, нынешних учеников и, конечно, родителей. Глава администрации Борис Беляев поздравил всех собравшихся и вручил благодарственные письма за высокую результативность профессиональной деятельности. А также он подарил сертификат на 100 тысяч рублей директору гимназии на укрепление материальной технической базы. Детям отличных оценок и новых знаний, родителям настойчивости, воспитания и сил в поддержке своих детей, педагогам творчества, новых идей, а всем выпускникам найти себя в своем родном городе. С праздником, дорогие друзья! Концертная программа и сама организация юбилея были на высоте, по словам всех приглашенных гостей. В программе выступления были эффектные номера от учеников гимназии и лучших коллективов города. Вы знаете, гимназия и бывшая школа 13-я – это всегда наш родной дом. Практически для всего коллектива – учителей, работников, технических, для детей и их родителей. Это настолько в ней добрая, хорошая аура, что сейчас гимназии 25 лет, а школе 40, с чем вас всех и поздравляю. Я хочу поздравить гимназию с юбилеем, хочу пожелать гимназии и ее педагогам процветания, успехов, успешных выпускников и самых-самых лучших достижений. Юбилейный год – это и гордость за выпускников гимназии, уже взрослых, степенных людей, за сегодняшних учеников, трудолюбивых, внимательных, веселых и озорных. Все они составляют удивительную мозаику насыщенной жизни гимназии в ее прошлом, настоящем и будущем. За прошедшие 25 лет учителя и ученики смогли сохранить самое главное – атмосферу дружбы, взаимопомощи и понимания. Это и есть визитная карточка гимназии, ее душа, гордость и надежда на дальнейшее процветание.